Друзья мои, всем привет! Очень рада видеть вас сегодня на своём канале. С вами Ольга Придухина. Сегодняшнее видео я хочу посвятить суперупражнениям для тазового дна. Сейчас я вам расскажу, для чего же нам с вами, особенно женщинам, нужны данные упражнения. Когда женщины жалуются на то, что что-то изменилось в сексуальной жизни, вы стали меньше чувствовать, партнёр стал жаловаться, чувствуете какое-то хлюпанье, да, плюс, может быть, чувствуете вот это вот широкое влагалище. Или вы недавно родили после родов, или вы находитесь в состоянии уже преклимакса, да, климакса, и возникает подтекание мочи, допустим, при кашле, там, смехе и так далее. Безусловно, женщинам обязательно нужно прокачивать мышцы тазового дна. Это крайне необходимо, друзья мои, потому что тазовое дно состоит из мышц, и когда мы говорим, что да, надо немножечко приводить себя в тонус, да, там, качать руки, качать ноги, качать брюшной пресс, то про мышцы интимные, мышцы тазового дна обычно все забывают. Так вот, это такие же мышцы, которые требуют особой тренировки. По-другому раньше называют, и сейчас это интимная гимнастика, гимнастика Кегеля, но кроме обычной гимнастики, мы еще с вами сегодня добавим упражнения, которые необходимо выполнять ежедневно. Сразу скажу, друзья мои, эти упражнения надо выполнять сразу, акцент, ежедневно, для того, чтобы получить эффект нужный. Если вы выполняете данное упражнение один раз в неделю, то, конечно, никакого положительного эффекта не может быть, это однозначно точно. Поэтому стараемся каждый день выделять всего лишь 5 минут на выполнение данных упражнений. Сразу давайте вспомним, какие же мышцы нам нужно тренировать. Друзья мои, если вы еще не подписаны на мой канал, я вас приглашаю подписываться, делитесь ваше мнение в комментариях и задавайте интересующие вас вопросы. Какие же мышцы необходимо тренировать? Все представим, что при акте мочеиспускания вам нужно перекрыть струю мочи, да, что вот она идет в унитаз, вам ее нужно резко перекрыть. Да, вот попробуйте выполнить такую вот манипуляцию, и вы почувствуете, что вам надо как будто внутри все-все-все-все-все-все-все-все максимально сжать. Вот именно об этом идет речь, то есть именно вот с этими мышцами необходимо работать. Поэтому, конечно же, так перекрывать струю мочи не нужно, но вспомните вот этот эффект. И заключается он в том, что вы можете данное упражнение делать когда угодно, да, когда едете на работу, когда находитесь дома, в любом месте. То есть постараться максимально напрячь все мышцы промежности. Сильно-сильно-сильно-сильно сжимаем, да, сильно-сильно-сильно разжимаем мышцы. Сильно-сильно сжимаем мышцы, разжимаем мышцы. И каждый раз можно немножечко время увеличивать, да, между вот этими сжатиями, то есть сильнее, 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 сжимаем, разжимаем. Это очень важно, это крайне необходимо для того, чтобы правильно выполнять данную методику. Следующее упражнение это как бы лифт. Представим, что наше влагалище это трубка, да, трубка. И как будто вот несколько этажей, и вам лифт на первом этаже остановился, пошел выше, выше, выше. И то есть вы постепенно, постепенно вот все сжимаете, а потом наоборот начинаете все разжимать. То есть это упражнение тоже очень эффективно для прокачки мышц тазового дна. Вот если вы будете эти упражнения выполнять, у вас не будет проблемы с тем, что кажется, что там какая-то бездна во влагалище, что вы ничего не чувствуете. Вас не будет беспокоить никакие подтекания, да, мочи. Это действительно очень классное упражнение, поэтому обязательно их попробуйте. Следующее упражнение уже выполняется на полу, можно на коврике, но желательно на именно полу, не на кровати. Когда вы ложитесь на спину, ноги сгибаете в коленях, да, то есть ставите на ступни, и максимально нужно поднять таз. Вы его все максимально уже, я думаю, не один раз делали. То есть поднимаем таз кверху, при этом совершенно все сжимаем. И ягодицы, и вот те мышцы, которые мы с вами уже сегодня обсудили, да, то есть внутри во влагалище. Все максимально-максимально сжимаем, на вдохе поднимаем, да, держим, на выдохе опускаем. Начинаем с 5-7 раз, и каждый день увеличиваем по одному разочку. То есть теперь вы знаете, какие эти мышцы, как их надо тренировать для того, чтобы никаких последствий у вас в будущем не было, никаких проблем в сексуальной жизни, подтекания мочи, даже выпадения, кстати, тазовых органов, есть такое последствие, часто встречается у зрелых женщин, поэтому вот, обязательно делайте. Следующее упражнение, это когда вы встаете в колено-локтевую позу, да, ну или на руки опираетесь, и выгибаете спинку, как кошечка, то есть выгибаете, выгибаете, и плюс ко всему все, все сжимаете, то сжимаете ягодицы, сжимаете мышцы промежности, как будто все внутри вас сжимается, 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 и далее на вдохе вы выгибаете спинку, да, так колесом, как будто такая злая кошечка, все выгибаете, опять, и потихонечку на выдохе опускаемся. Тоже начинаем с 5-7 раз, и каждый день стараемся по одному разочку прибавлять. То есть я вам рассказала два совершенно разных комплекса упражнений. Один, который выполняется, безусловно, на твердой поверхности, второй, который вы можете выполнять где угодно, да, то есть все, мышцы встягиваем сильно, и каждый раз стараемся время между сжатиями, вот, да, вот это вот увеличивать. Это действительно очень важно, эти упражнения очень хорошие, эффективные, поэтому обязательно попробуйте их, и главное здесь именно регулярность. Чем регулярнее вы их будете выполнять, тем, соответственно, лучше у вас, безусловно, будет эффект. Поэтому, друзья мои, если у вас остались вопросы, обязательно делитесь ими в комментариях. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на мой канал, и очень скоро мы с вами встретимся в следующих видео. Я вам желаю огромного здоровья, чтобы вас никакие проблемы с мышцами интимными не беспокоили, и до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok